Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной недели в прямом эфире. Особенно благодарны тем, кто смог на это время, чтобы присоединиться сегодня именно к трансляции. Собственно, на передовой обсуждаем самые актуальные новости минувшей торговой сессии. Разумеется, для рынков, которые закрыты на выходные, последняя торговая сессия пришлась у нас на пятницу. В двух словах, сейчас коснемся ее, также посмотрим параллельно еще и на те отчеты, которые у нас впереди. То есть, эта неделя традиционно очень много. Я думаю, что каким бы инструментом вы не спекулировали бы, наверняка найдете какое-то дополнительное фундаментальное топливо лично для себя. Я буду помогать вам в том, какой из новостей, либо какая из новостей, какой из отчетов сможет оказать наибольшее влияние на рынок. Будем, собственно, готовиться к этим ризам и стараться их наиболее успешно отработать. Безусловно, рынок нефти продолжает отходить от решения Трампа по поводу выхода из ядерной сделки соглашения с Тегераном. До сих пор многие еще до конца никак не могут определиться, что это значит для глобального рынка. Действительно ли это серьезный риск того, что во всем секторе энергетического рынка в плане предложения возникнут серьезные проблемы? Потому что Иран, собственно, не будет уже выполнять функцию поставщика, поскольку в отношении него будут действовать те санкции. Я думаю, друзья, что у вас есть ответ на то, стоит ли Иран сейчас воспринимать в качестве катализатора рынка. И надеюсь, что этот ответ не положительный, а отрицательный. Потому что в данном случае о выходе из соглашения по Атому заявили только представители Вашингтона, то есть Соединенные Штаты Америки. Это всеобъемлющий пакт, это очень серьезная сделка, которая сдерживает и стабилизирует общеэкономический мировой порядок, и в ней участвуют многие другие страны. Так вот, помимо Вашингтона, никто подобной инициативы также не выражал, и Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия по-прежнему, собственно, так же, как и Иран, остается в этом соглашении. То есть финансово-экономические санкции, которые и выступали основным катализатором, санкции, предполагающие запрет на поставку и экспорт иранской нефти, они только лишь актуальны в обсуждении сотрудничества США. Но я уже приводил аргумент, друзья, то, что Штаты иранскую нефть не импортируют, а если есть этот импорт, то он абсолютно скромный, и эти значения никак не повлияют на снова расхождение спроса и предложений, и не смогут создать проблемы с дефицитом, либо нехваткой на глобальном рынке. Для тех, кто все-таки уверен в том, что будет совершенно иначе, и без Ирана и членства США в этом соглашении с поставками возникнут серьезные проблемы, я напоминаю еще комментарии представителей ближневосточного картеля, в частности, Саудской Аравии, да и прочих, собственно, представителей ОПЕК, о том, что объемы добычи будут увеличены при необходимости. Если на рынке возникнет такое понятие, как шок предложения, то объемы недостаток будет покрываться за счет новых поставок со стороны стран ближневосточного картеля. Но и здесь, друзья, я бы больше попробовал даже, как говорит молодежь, заморочиться и найти причину, которая может быть более полезна не для покупателей, а для продавцов. Потому что, если действительно страны ОПЕК будут вынуждены увеличить добычу, это равносильно тому, что они будут в меньшей степени соответствовать уже условиям аналитического пакта. Это вообще один из самых основных фундаментальных таких основоположных моментов, который и стимулировал в последние месяцы тот рост цен на нефть, который мы сейчас наблюдаем. Сделка ОПЕК, точнее сделка по АТОМу, считаю, что это тот новостной фонд, который себя полностью изжил. Мы можем снова вернуться к более-менее приземленной статистике, это объемы нефтедобычи в США. Каждую неделю мы анализируем эти данные. Сначала во вторник у нас выходит отчет от Американского института нефти. И потом мы, собственно, обращаем внимание и на официальные данные от администрации энергетической информации. На прошлой неделе был сфиксирован очередной исторический максимум по нефтедобыче. Количество буровых, по данным Беккер Хьюз, нефтесельственной компании, снова увеличилось. У нас уже довольно внушительные шаги по приросту. В этот раз с 834 платформ, рост и сейчас 844 уже, по-моему, переписали мы максимум с 2015 года, идем на совершенно новые уровни. И я думаю, вы все прекрасно понимаете, что если увеличивается количество платформ буровых, значит больше нефти будет добываться в США. И с большим удовольствием привожу вам последний отчет, прогноз от администрации энергетической информации о том, что уже к третьему кварталу 2019 года в Штатах будет добываться примерно 12 миллионов баррелей в сутки. То есть этот показатель, соответственно, уже является доказательством того, что Штаты обгонят и производители нефти России и займут первую позицию на глобальной арене поставщиков углеводородов. Прогнозы администрации энергетической информации пересматриваются по несколько раз в течение месяца. Если провести параллель, опять же, цифры, с которыми мы работали два месяца назад, то по оценке этого ведомства прирост должен был составить на 2019 год еще плюс 500 с небольшим тысяч баррелей в сутки. И в совокупности ожидалось то, что в Штатах будет добываться 11,3-11,4 миллиона баррелей. Это, напоминаю, до конца 2019 года. Сейчас уже совершенно другие цифры. Разница между прогнозами всего лишь один месяц и последние цифры в Штатах будут добываться, как я уже отметил, 12 миллионов. То есть здесь прирост практически на 600 тысяч. Это следствие, опять же, и роста количества нефтяных терминалов. Это следствие того, что Штаты сейчас как никогда остаются, скажем, в фаворе того, что именно они боятся за статус основного поставщика. Они действительно продолжают проводить политику экспансии на глобальном рынке и позволяют им проводить эту политику действующий энергетический пакт. Вот почему я всегда с большим вопросом подхожу к этому. Неужели страны ОПЕК не понимают, что происходит? Почему они позволяют Штатам красть их долю по объемам добычи, долю глобального рынка? Потому что Штаты производят более дешевую нефть. Напоминаю, это WTI, которая сейчас по спреду доходности, точнее по ценовому компоненту на 10% примерно. Ниже, чем тот же самый бренд. И рассматривая этот актив с точки зрения покупателей, ну, конечно же, спрос и ставка будет делаться на тот инструмент, который более дешевый. А в принципе, это такая же, собственно, нефть. Поэтому я считаю, что у стран ближневосточного картеля должно лопнуть терпение в самое ближайшее время. И поэтому я рассчитываю, что цены на нефть ждет не то завидное бычье будущее, о котором многие сейчас говорят на фоне состоявшегося ралли. Поверив в то, что котировки смогут уйти там не то чтобы в район 100 долларов за баррель, а оказаться даже выше. Но вы же понимаете, что вероятность этого сценария просто ничтожно мала. И, наверное, в ближайшее время мы как раз и будем получать те сигналы, которые заставят снова измениться позиционированию и приведут к смене не то чтобы тренда, а того настроения, которое сейчас на рынке присутствует. Есть ли какие-то катализаторы для роста цен на нефть сейчас? Ну, я думаю, что нужно постараться даже, чтобы их найти. Ну, разве что неуклонная вера в том, что страны ОПЕК, когда соберутся в июне, примут решение о том, что без сделки, опять же, рынок будет не в состоянии поддерживать себя на тех ценовых уровнях, на которых мы сейчас наблюдаем основные контракты. Поэтому эту сделку целесообразнее продлить за пределы 2018 года до конца 2019 года. Я считаю, что это решение окончательно поставит точку на показателях прибыльности и доходности для стран ближневосточного картеля. Это вовсе парадоксальное заявление, потому что страны ОПЕК только за счет нефти и живут. Поэтому, друзья, я больше склонен в отношении нефти придерживаться позиций скептиков. И эта позиция предполагает то, что никакого продления соглашения не будет. И по мере приближения, вот сейчас июньской встречи, мы будем получать больше сигналов и заявлений о том, что страны уже в меньшей степени соответствуют этим обязательствам. И первые сигналы, вот, собственно, уже поступили. Поскольку представители той же самой Саудской Аравии нашли для себя вполне нормальный повод, который не вызывает вопросов увеличить добычу. Якобы как возможность компенсировать тот недостаток нефти, который может возникнуть из-за решения Трампа покинуть соглашение по атому. В общем, друзья, предел по росту цен на нефть, на мой взгляд, уже достигнут. Если раньше можно было бы объяснить возможность дальнейшего осостоятельного ралли тем, что мы активно обсуждали эту сделку по атому и спекулировали на том, какое решение фактически будет принято. Сейчас это уже все позади. Поэтому я считаю, что нужно этот актив продавать, нужно очень тщательно искать сейчас наиболее подходящие точки для продаж. И я рекомендую вам сделку с селлимит с отметки 77.10. Доллар японская, иена, ситуация в целом не меняется. Я думаю, что даже не суть важности сейчас делать акцент на какие-то котировки, потому что мы зажаты сейчас в диапазоне хода одной фигуры. То есть это 109-110 иен за американца. Доллару нужны дополнительные драйверы. И на этой неделе мы сделаем очень большую ставку на предстоящий релиз по роничным продажам. Это, собственно, данные, которые будут опубликованы завтра. Роничные продажи фактически демонстрируют состояние сектора потребителей, их активность на американском рынке. И если будет достигнут действительно прогресс, мы поймем, что он в целом связан с сохранением позитива относительно будущего американской экономики. Сохранение позитива в связи с тем, что потребители верят, что дальше будет только лучше верить в свои рабочие места, в занятости, в том, что зарплаты будут только расти. Кстати, я считаю, что именно на хорошую статистику по роничной продаже мы сейчас должны рассчитывать, потому что в пятницу у нас был опубликован Мичиганский индекс, который как раз и анализирует настроенческую активность потребителей США. Индекс Мичиганского университета 98,8 – это одна из максимальных отметок за последние много месяцев. Если вас интересует конкретно статистика и есть ли прогресс в отдельных составляющих, вы можете поискать в различных экономических календарях еще и графические диаграммы того, что происходит с этим релизом. И по Мичиганскому индексу вы увидите то, что сейчас уровень доверия потребителей и уверенность в экономике находятся сейчас на максимальных уровнях чуть ли не за последние 10-12 лет. Ну, скажем так, с 2008 года уж точно на максимумах. Поэтому мы продолжаем верить в рост доллара, поскольку американская валюта обязательно будет опираться на жесткие комментарии представителей американского регулятора. Им не остается ничего другого, кроме как говорить о том, что экономика готова к процентным ставкам, к повышению ключевой ставки. Кстати, сегодня у нас выступление Лоретто Мейстер, по-моему, оно даже уже началось. Позже, в течение дня, эстафету риторики подхватит еще и Буллард. Я считаю, что вот этим двум представителям американского регулятора стоит по праву отвести, скажем, такую статусную роль, способность оказывать влияние на динамику доллара, потому что они считаются лидерами мнения. Это не значит то, что по факту выступления сегодня доллар покажет чудовищную волатильность. Нет. Но мы можем рассчитывать на то, что и Лоретто Мейстер, и Джеймс Буллард все-таки, если и окажут влияние на доллар, то это будет влияние с точки зрения поддержки, его курса. Не забывайте о том, что трейдеры активно делают ставку еще и на то, что происходит на рынке нефти, потому что высокие цены на черное золото разгоняют инфляцию. Трейдеры ни в коем случае не забыли последний релиз по Non-Farm Perils, когда уровень безработицы снился до 3,9%, что также является свидетельством того, что следующим этапом взросления, скажем, американского рынка, прогресса, американского рынка труда, будет как раз повышение заработных плат. Поэтому рост доходности выше 3% по 10-летним облигациям, я считаю, что это тоже следующий шаг для долгового американского рынка. Мы вот уже несколько раз касались этой планки, но потом снова отступали. Возможно, следующий, скажем, напор покупателей будет достаточным, чтобы не просто снова затащить облигации к этой планке, но и удержать их там. И, разумеется, с ростом курса американской валюты эти цели будут уж точно реализованы. Поэтому по доллару и японской иене, друзья, я считаю, что мы можем придерживаться и должны только лишь длинных позиций. Пока что на рынке нету какого-то форс-мажора, на который мы должны были бы сделать ставку, решив, что у защитных инструментов, в данном случае у японской иены, будет больше шансов укрепиться. Нет. Вроде бы как Северная Корея, вопросы решены. Соответственно, Иран и ядерная сделка тоже уже позади. Порядок сохранен, поскольку, как я уже отметил, прочие члены этого всеобъемлющего соглашения подтвердили свою приверженность этому документу. И Иран, разумеется, тоже. Поэтому возвращения к ядерной программе, к обогащению урана, всего этого не будет. И хорошо. Единственное, что мы сейчас можем последить еще за следующим этапом переговоров США и Китая, но рынок пока не поднимает какие-то острые темы, потому что еще неделю назад, когда американская делегация покинула Китай, были даны комментарии о том, что переговоры прошли успешно, и обе страны явно продемонстрировали намерение и желание искать компромисс, выход из того торгового тупика, который возник. Это позитивный момент, друзья, который позволяет нам делать большую ставку на любимую нам статистика, которая сейчас создает только одни же условия для роста. Сделка по доллару и японской иене, байлимит с отметки 109.20. Те, кто уже в покупках, наверняка уже в прибыли, ждем более высоких ценовых значений. Не думай, что мы остановимся на 110. Скажем так, уровень 110 иен против доллара, это такой же психологический рубеж, который будет преодолен как показатель доходности трежи из 3%. Евро против доллара, ситуация особо не изменилась за торговую сессию пятницы, но разве что приправить, опять же, наш пессимизм в отношении этого инструмента. Можно еще комментариями Драги, который снова подтвердил, почему политика должна оставаться мягкой, да мы это и без него знаем. Хотелось бы сейчас получить больше поддержки со стороны статистики. И, кстати, в среду будут опубликованы данные по индексу потребительских цен. Как и всегда, максимум внимания на базовую инфляцию. Как и всегда, индекс просядет. И, разумеется, мы сможем говорить о том, почему Европейский центральный банк ни в коем случае не позволит себе поднять вопросы о сворачивании программы количественного смягчения. То, что сейчас евро восстанавливается, друзья, это связано лишь с тем, что возникла пауза в движении доллара. Не то, что доллар серьезно просел. Вы сами прекрасно видите то, что доллар удерживается на высоких значениях. Особенно, если сравнивать эти значения с уровнями, которые наблюдали мы несколько месяцев назад. Доллар застопорился в дальнейшем ралли, потому что нуждается в триггерах. И как только этот катализатор на рынке появится, вполне возможно, что это отчет по роничным продажам, которые могут превзойти ожидания экспертов. Американская валюта вырастет. Рисковым инструментом снова придется сбавлять свои позиции, терять и отступать против американского конкурента. По евро-доллару, друзья, сейчас котировки выше отметки 1.1950. Но наши цели с вами 1.17 остаются по-прежнему актуальными. Новую сделку сейчас предлагать я не буду, потому что не вижу хороших уровней, таких вот как были раньше. Поэтому в целом лишь обозначаю настрой по евро, который остается медвежьим. По австралийцу котировки на текущий момент 0.7555. Медвежий прогноз, сценарий сохраняется. Тоже не будет новой сделки. Пока что, возможно, позже на неделе ситуация изменится. Я найду точку для входа. Но сейчас тоже лишь основной акцент на потенциальную слабость. Завтра выйдут протоколы. В последнее заседание Резервного банка Австралии состоится конференция заместителя управляющего Резервного банка Австралии. Это, собственно, новостной фон совсем раннего утра. Поэтому на брифинге у нас уже будет возможность с вами конкретно поговорить о том, что было сказано и на что был сделан акцент. Но я вас готовлю заранее к тому, что с большой долей вероятности завтра во время нашего брифинга мы с вами будем говорить о котировках австралийца против доллара ниже 0.75. Вот запомните мои слова. Евросвисия. Здесь только бай. Мы явно идем на сопротивление, которое уже неоднократно тестировалось. Это отметка 1.20. Сейчас мы делаем ставку на риторику Национального банка Швейцарии. Кстати, на этой неделе нас ожидает выступление Джордана, который возглавляет данный регулятор. Но Джордан еще более, скажем, консерватор в каких-либо изменениях. И мы заранее, даже не оценивая какие-то фундаментальные составляющие, можем сказать, что он сделает акцент на важность сохранения низких процентных ставок. Потому что, как вы помните, в Швейцарии явно не нужна дорогая валюта. И сейчас даже в целом не нужно делать эти острые комментарии о том, что при необходимости мы готовы провести валютные интервенции, как любит Джордан использовать это выражение, если трейдеры будут снова уходить во франко. Сейчас нет в этом необходимости. Почему? Потому что локальным затишьем в росте доллара воспользовалась европейская валюта. И она сейчас укрепляется и, собственно, опускает курса франко. Друзья, до отметки 1.20 по евросвисе остается не так уж и много, около 50 пунктов. Но это довольно серьезное движение для этой валютной пары, потому что обычно внутри дня мы видим диапазон хода, динамику не больше 10-20 пунктов. И сейчас я вам предлагаю присоединиться, примкнуть к этой длинной позиции и фиксировать результат прямо по мере тестирования отметки 1.20. Доллар канадец. Следим за этой валютной парой. Сейчас котировки у нас на отметке 1.27.81. Нужно только покупать эту валютную пару. Почему? Потому что мы ждали актуальные макроэкономические отчеты, которые смогут повлиять на будущее решение Банка Канады по процентной ста. У нас вышли данные по уровню безработицы. В минувшую пятницу 5.8% как предполагалось, как и ожидалось. А вот изменение числа занятых. Здесь серьезный провал по результатам. Количество безработных увеличилось на 1.000. В то время как месяц назад мы констатировали прирост на 33.000. То есть посмотрите какой серьезный контраст. И канадская валюта дала слабину, собственно пропустив вперед американцы. Если бы котировки нефти закрыли неделю ниже уровней, на которых мы наблюдаем и сейчас, я считаю, что более-менее уже оправданные котировки это ниже 0.75. Текущие значения это предельные уровни, с которых и должно начаться вот это медвежье ралли. И если бы нефтянка закрылась поближе к 0.75 по Brent, я уверен, что USDCAD уже давно подбиралась бы снова к планке 1.30. Но на этой неделе мы можем снова сделать акцент на канадскую статистику, потому что в пятницу будут опубликованы данные по роничным продажам и индексу потребительских цен. Самый важный акцент это на инфляцию, потому что именно индекс потребительских цен, это конечный сигнал для Банка Канады, стоит ли менять процентные ставки или есть ли возможности и основания для этого. Посмотрите на прогнозы, друзья, вы все сами прекрасно увидите. Роничные продажи должны просесть серьезно, выйти вообще на отрицательную территорию. Роничные продажи отражают низкие значения потребителей. Если нет достаточного вклада домохозяйства в рост экономики, то есть нет должных результатов по ритейл рынку, тогда нет оснований для роста индекса потребительских цен. Здесь взаимосвязаны такие понятия, которые должны усилить давление на канадцу уже до конца этой недели. Думаю, что и до пятницы, друзья, мы с вами приблизимся к отметке 1.30, но если уж статистика не подведет нас и в пятницу, то будем работать уже с уровнями выше 1.30. То есть длинная сделка по доллару канадца сохраняется. И фунт против британца чуть выше 1.35 держимся. Британец не может разобраться, как действовать дальше тоже, но я полагаю, что пора уже определяться. И у нас было решение Банка Англии по процентной ставке. И самое главное, у нас были заявления со стороны Карни о том, что ставки нужно повышать. Последний отчет по активности потребителей указывает на то, что домохозяйство абсолютно не верит в хорошие перспективы Англии. Это сказывается на их активности. Расходы по кредитным картам снизились больше, чем в 4 раза. Если оценивать с динамикой, собственно, прошлых месяцев, это сейчас самый худший показатель с начала 2018 года. И полагаю, что британскому регулятору, если раньше нужна была статистика, чтобы понять важность позиции проведения более жесткой монетарной политики, сейчас активность потребителей должна стать решающей для британского регулятора. Потому что если Банка Англии позволит себе выжидательную позицию дальше, то с каждым процентом становости британца инфляция будет разгоняться на 1%. И снова окажется выше 3%. При этом заработные платы растут темпами ниже. Друзья, вот, собственно, завтра у нас очень важный день для британца. Это динамика роста заработных плат. Я уверен, что на фоне таких низких показателей по активности у британцев нет возможности, скажем, говорить о улучшении ситуации с доходами домохозяйства. Поэтому завтра я жду скромного, слабого отчета, который должен повысить вероятность изменения процентных ставок позже в этом году. И надеюсь, что у британской валюты уже, наверное, пора бы совесть уже иметь, что ли, после того ралли, которое произошло на рынке пары фунт-доллар, больше 700 пунктов за 3 недели, нужно уже разворачиваться. Потому что, если британская валюта не развернется сейчас, это уже больше будет походить на то, что сам Банк Англии заинтересован в текущей динамике. И сам Банк Англии спекулирует на финансовых рынках. За это уже нужно нести ответственности, поскольку речь пойдет о самом настоящем манипулировании валютного курса, что недопустимо для развитой экономики. Поэтому по фунту мы ждем разворота. Сегодня, скорее всего, у нас ждет спокойная торговая сессия, но уже завтра будет масса отчетов, на которые мы обратим внимание, которые будем, собственно, торговывать. На этом, друзья, все. Большое всем спасибо, кто присоединился к прямому эфиру. Увидимся, соответственно, завтра, как и всегда, в прямом эфире в 9.30 по московскому времени. И будем анализировать то, что на рынке произошло в рамках торговой сессии понедельника. Хорошей вам торговой сессии, хорошей торговой недели. И давайте ждать реализацию тех долгосрочных сценариев, которые были обозначены. Всего доброго. Спасибо.